Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Какой доллар лучше? За 30 рублей за доллар или 80 рублей за доллар? Как вы думаете? Я когда-то думал, что, ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы доллар стоил 30 рублей за доллар. Тогда, ну, я на свои рубли, которые я получаю, я могу купить намного больше долларов, и это здорово. Но я читаю экономические всякие новости и смотрю, там Китай никак не хочет повышать свой юань, укреплять. Америка говорит китайцам, укрепляйте свой юань. Они говорят, нет, не будем. Сейчас вот последние годы так называемые валютные войны искусственно занижают курс своих валют страны. И Америка возмущается, ну вы что делаете? И Америка также стремится понизить курс своего доллара. Почему они это делают? Давайте разберемся, какой же курс лучше для нас с вами и для страны. Высокий курс национальной валюты или низкий? И я вспоминаю 1998 год. Тогда у нас страна была в долгах полностью, по уши в долгах, и мы вообще не знали, как жить. И я уже тогда занимался производственной деятельностью, у меня была уже полиграфическая фирма. И мы какие-то ценники там печатали, и все было нормально. Доллар тогда стоил 6 рублей за доллар, но как-то все вот так вот напрягалось, потому что денег в стране не хватало, там Черномодин, ГКО, вот эти вещи были. Вообще не хватало денег в бюджете. Бюджет трещал по швам полностью. Страна в долгах. Мы, так сказать, все новости начинались с того, дадут или не дадут нам кредит американцы. Точно так же, как сейчас на Украине, кстати. Точно та же ситуация. И когда что-то происходило, буквально наш министр иностранных дел звонил в первую очередь, наверное, не Ельцину, а президенту Клинтону буквально, потому что мы зависели целиком от Америки. И вот там 21, по-моему, августа или не помню точно, но помню, что в августе Кириенко объявляет дефолт. И в тот же день, на следующий день, все, полная катастрофа. Это вот не то, что сейчас. То есть это был шок, потому что на следующий день доллар был 6 рублей 20 копеек за доллар, а стал 16 рублей за доллар. В три раза практически. Почти в три раза подорожал доллар за один день, сразу после объявления дефолта. И я думаю, ну все, это катастрофа. Это катастрофа. Я готовился к войне, я готовился к тому, что начнут крушить возмущенные люди киоски, потому что весь товар тут же исчез с полок, потому что по старым ценам никто не собирался его продавать, коммерсанты. А по новым ценам кто же его купит, потому что в три раза дороже, когда сигареты какие-то или пиво в три раза дороже, то люди начнут возмущаться. Я думаю, ну все, сейчас не избежать социальных потрясений. Но как-то обошлось. И я думаю, что делать-то вообще? Потому что производство у меня, а у меня я покупаю бумагу, она вся импортная за доллары. Я покупаю краску, они все импортные за доллары или за евро. Там еще химии много используется, тоже все импортное, исключительно импортное все. То есть все расходные материалы у меня импортные. И мне деваться некуда, я, блин, перевожу все цены в доллары. И они резко взлетают. То есть я старые цены перевел в доллары. Ну они и были в долларах, в общем. Резко взлетает цена, но что значит резко? Я же не могу в три раза повысить, во-первых, потому что есть аренда, есть зарплата, которая в рублях. Я долго прикидывал и посчитал, что можно цены повысить не в три раза, а, скажем там, на 30-50%. Что я и сделал. И думаю, все, никто ничего не будет, что делать вообще? Ну то есть я готовился к тому, что придется что-то все закрывать, к чертовой матери, уезжать куда-то, не знаю. Вот. Спустя два месяца, ну где-то вот смотрю, вроде бы, а заказы есть. Ну куда деваться-то? Надо работать. То есть и люди заказывают у меня те же самые этикетки. А потом пошло оживление. Они стали заказывать все больше и больше. По более дорогим ценам. То есть я задрал цену и я задираю цену, а они все покупают. И я смотрю, у всех понеслось лучше. А почему так произошло? Смотрите. Доллар резко подорожал. И импортные товары резко подорожали. Импортные товары. И народ такой, блин, я не буду это брать. И начинают брать наши. Наши товары начинают брать люди. И производители уже, так сказать, там все, склады, ну как бы, фирмы начинают работать, производить, потому что все, не хватает. Спрос есть огромный, но импортные уже нет спроса. Наши товары берут. Люди начинают на заводах работать, там в две смены, получать зарплату. И ситуация так достаточно быстро, там через два месяца стало улучшаться. Через три-четыре я вижу, что, блин, да все не так уж и плохо. Все нормально. Потому что доллар вырос в цене, то есть рубль упал в три раза, буквально, потому что он там 16, потом 17-18 был, ну и так далее. И поэтому я так, нифига себе, вроде бы все плохо должно быть, а стало лучше. Причем лучше не только, там для меня, скажем, для производителя, для всех лучше, для людей лучше стало, потому что у них есть работа, они получают зарплату, нет безработицы. И я думаю, ну нифига себе. А потом стало все лучше, лучше, нефть стала дорожать, и Россия потом постепенно рассчиталась с долгами, и вообще все хорошо. Поэтому, вы знаете, когда все говорят, я хочу, чтобы доллар стоил 32 рубля за доллар, я вот такой вот буду. Да вот, черт его знает. Вот для страны лучше, например, чтобы доллар стоил 80 рублей. Для страны лучше. И страна поэтому скупала доллары, просто искусственно завышая курс доллара, и занижая курс рубля, потому что нефть, все, что выше 40 долларов за баррель, были обязаны продавать валюту на внутреннем рынке. Сейчас, после того, как вот после очередных санкций в сентябре доллар стал расти, но Биольна что сделала? Она отменила это правило. Для того, чтобы курс доллара не стал повышаться, ну просто слишком катастрофически, потому что это грозило паникой. Вот. Собственно говоря, вот. Но почему Центробанк покупал доллары? Именно для того, чтобы снизить курс рубля. Чтобы у нас производство этот курс, который был 62 рубля за доллар, нормальный курс там где-то в районе 50 экономистов говорят, а он больше 60, чтобы наши товары брали, чтобы люди покупали российское, а не импортное. А когда люди, помните, да, было, когда нефть стоила 116, там максимум было долларов за баррель, и у нас у всех такие зарплаты были, доллар там стоил 27, по-моему, рублей за доллар, вот. И такой, я нанимаю водителя, ну и там 50 тысяч рублей водитель. Он говорит, я заберу, а за 40 я хотел нанять, но он говорит, я дешевле, чем за 54 тысячи работать не буду. 54 тысячи при цене 27 рублей за доллар, это 2000 долларов в месяц водитель. Он говорит, я не буду за меньшие деньги работать. Я такой, да нифига себе, да где ты видел такое, чтобы, ну я поездил по Европе, по Америке, я знаю, сколько получают люди и сколько они вкалывают за те же самые 2000 долларов. У нас ни хера не делают. И 2000 долларов получали. Могло так долго продолжаться? Да не могло. Когда нефть начала падать, ну, куда делись? Вот они. Сейчас, 30 тысяч прекрасная зарплата. Это 500 долларов. И это нормально. И по таким ценам уже, ну, импортные товары особенно так. Вот. И зарубежные производители тоже самое. Они это чувствуют, во-первых. Во-вторых, значит, смотрите, у них там рабочая сила стоит дорого, а у нас уже 500 рублей в месяц можно платить зарплату. рабочим. И поэтому сюда идут производства для того, чтобы экономить на зарплате. Еще у нас нет профсоюзов. То есть, можно заставить людей работать по 10 часов. поэтому сюда, в принципе, при таком курсе должны идти инвестиции. Если бы у нас еще не влияла политика, мы бы жили в шоколаде, у нас бы развивалась экономика, а с развитием экономики как раз, ну, и с долларом будет все в порядке. И я путешествую по разным странам, вот, например, вижу в Грузии, да, сейчас вот был. Приезжаю в Грузию, там все очень-очень дешево. Почему? Для того, чтобы продавали, покупали грузинское. А Грузия производит очень мало. Им надо стимулировать производство. Им надо стимулировать инвестиции. Всем надо стимулировать инвестиции. Поэтому, вот, все это не так однозначно. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезно. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале и поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Демитков Юрий.